Добрый день! Сегодня у нас опять необычный стиль. Это стиль игроков, которые используют шипы длинные, без губки. Такие игроки имеются. И вот недавно мы разбирали игру Манники Батры, индусской спортсменки, которая использует такую накладку слева. И вот сегодня мы поговорим тоже о таком стиле, о Густаве Эриксоне. Вот он сейчас находится с той стороны в бордовой футболке. Густав Эриксоне является очень харизматичным спортсменом данного стиля. И об этом может судить даже его поведение, подачу. Посмотреть, как присаживается низко, чтобы подать простую подачу. Такие вот есть моменты в его поведении. Вообще могу сказать, что те, кто использует длинные шипы и тем более без губки, они немножко отличаются по характеру и по манере поведения очень часто. То есть отличаются от тех игроков, которые играют двумя гладкими накладками. Вот. И два года назад мы пересекались с Густавом Эриксоном и общались по инвентарю. И он говорит, что вот он подобрал шипы Доннин Глянц, первые, компании Спинлорд. Вот. И использует доску Стига Клипер Си Си Си. Такая накладка, такая доска. Вот. И он говорит, что очень много перепробовал, но остановился на этом варианте. И говорит, что вот лучше для него не существует. Что касается накладки Доннин Глянца, вот она перед вами. Шипы реверсивные, да. Ну, может быть, они не очень быстрые шипы, да. В отличие от, скажем, от Грасс Детекс, шипы помедленней. Но они дают такой вот, скажем, непредсказуемый эффект. У них хороший реверс и хорошо ими толкает на столе мяч. Плюс они контрольные, то есть, если вы, допустим, захотите заблокировать чужую атаку со стола, у вас это получится. То есть, шипы вот такие вот, скажем, во-первых, они по цене дешевле, чем конкуренты, да, скажем. И я знаю еще игроков, скажем, Владимир Немашкало, который тоже оставился на этих шипах и другие шипы не признает. По крайней мере, так было раньше. Вот. Есть игроки, которым очень нравится данная накладка, и они считают, что она в приоритете. Поэтому, если вы, допустим, хотите попробовать играть в данном стиле, то обязательно попробуйте именно эту накладку, потому что по цене и качеству она лидирует, да, по сравнению с другими накладками, которые там в 3-4 раза дороже. Вот. Что касается игры Густава Эриксона. Сейчас мы посмотрим на примере разных соперников, как он играет. Может, что-то мы подметим. Полезное для себя. Давайте посмотрим очко. Очень низко садится Густав Эриксон при подаче. В этом очке есть, что подметить. Посмотрите, как защищается издали Густав Эриксон. Сейчас мы это все разберем. Низко садится, да, в стиле Овчарова Дима. Но, чтобы подать простую подачу, да, очень интересно. Потом, в следующий момент. А, подает гладкой. Ну, это понятно, да, то есть шипы не сильно крутят. Чаще подает гладкой стороной. Вот. Дальше переходим. Играет на столе под таким вот наклоном ближе к 90 градусов. То есть никогда не залазит под мяч на столе. Потому что, в принципе, если шипы без губки, то залазить не надо. Надо играть как раз наоборот по задней части мяча. Толкать мяч надо. Вот то, что Густав Эриксон и делает. Но, если он играет под мяч, то обязательно делает это гладкой накладкой. Черная сторона – это гладкая сторона. Короткое движение в защите. Издали. И топс. Топс в стиле, наверное, филуса. Топс с окончанием не классическим наверх, а куда-то вот сюда. К плечу даже у Густава Эриксона, даже не знаю, к бедру идет, что ли. Посмотрите еще раз этот удар. Посмотрите, как становится в стоечку Густав Эриксона. При таком росте становится, не очень широко становится, а делает какие-то прыжочки такие вот, интересные прыжочки. Перед очком опять принимает. Смотрите, хотел принять гладкой стороной Густав Эриксона, но игрок, соперник подал ему вправо, и он уже принимал шипами. Красными шипами. Но его не смутило это. И, кстати говоря, когда вы принимаете красными шипами справа, то не надо толкать вперед. Здесь идет движение немного вбок. Вот такое вбок. Тогда проще попасть. И мяч летит такой, ну, более неприятный, что ли. Но вот этот удар, да, то есть я могу сказать, что это сложно сделать. Существует упражнение, наверное, которое можно выработать этот удар, но это сложно сделать. Вот так ударить. Посмотрите, как Густав ударил. Как в большом теннисе. Ну, кстати говоря, вот я видел, как он тренируется. У него есть такое упражнение, когда ему играют раз вправо, раз влево. И он играет все гладкой стороной. То есть берет, гладко здесь накрутил, потом туда, вот здесь. И вот смотрится прикольно. То есть прям постоянно вращает ракетку. И не то, чтобы подрезать, а чтобы вращать, именно топ спины делать. И справа, и слева, все это вот так вот происходит. И можно так долго достаточно делать. Минут так, не знаю, ну, 10-15 он может это выполнять. Вот. Ну вот сейчас удар, да, посмотрите. Не пытайтесь повторить это дома, да, называется удар. Роджер Федор отдыхает. Ну вот такая вот техника. Размашистая техника. Как в большом теннисе, да. Это свойственно и Филосу, свойственно. И Густаву Эриксону. Вот это только наигрывается. Наигрывается, большой рост. То есть нет смысла доводить окончание туда, классическое, наверх. Все это, значит, идет такое окончание вбок. А почему вбок? И почему это прощается? Потому что если вдруг примут, вдруг примут, ничего страшного, он подрежет. А вот у нападающих такой невозможно. Потому что если ты сделаешь такое же движение куда-то вбок, то потом тебя примут, блок сыграют, да, какой-то активный блок. И ты уже не сможешь среагировать на мяч. Потому что у тебя рука улетела куда-то далеко. Но вот у Густава Эриксона как раз движение размашистое. И вдруг если примут, то он уже может срезать. Его подрезка в данном случае выручает. Позволяет играть такой техникой. Но Густав Эриксон относится к тем защитникам, которые справа не подрезают. То есть слева подрезают, да. А справа нет. Только кидают мячи. Либо если переворачивают, шипами играют. Тогда подрезку могут исполнить. Ну а так нет. Только издали идет возврат. Ну и, конечно, хочется поговорить еще о тычке слева. Густав Эриксон делает его с поднятым локтем. Сильно поднимает локоть. Вот посмотрите. Раз. И тыкает. Подводит мяч к ракетке. И идет тычок вот такой вот. Резкий, короткий. Но вот выполнить, кстати говоря, вот такой тычок могут немногие. Мы говорили, что Манника Баттера недостаточно хорошо тыкает на столе. А вот Густав Эриксон это не относится. То есть он хорошо владеет этим ударом. Ну и вот как раз комбинация. Да, посмотрите. Подал подачу. Тычок. Зашел. И удар. Ну да. То есть удар не такой техничный. Это наигранность такая должна быть. Плюс ощущение чувства мяча. То есть вот тут нет таких законов. Все идет на ощущение. Потому что когда ты делаешь окончание наверх, ты понимаешь, что надо сюда привезти ракетку. Делать оттуда замах. Использовать корпус. Руку. Рука должна идти должным образом. Здесь же у него просто идет откуда-то замах. И куда-то туда окончание. Но попадает очень много. Очень много попадает данной техникой. Ну или вот этот удар слева. Да, посмотрите. Ну он собирается. Ребята смотрят. Народ собирается. Смотрит, как играет Густав Эриксон. Зрелищно. Однозначно зрелищно. Есть слабые места, которые он пытается как-то убрать. Благодаря своему настрою. Благодаря своей тактике. Благодаря тому, что вымеряет каждую подачу. Да, такое есть. Но все равно это очень зрелищно смотрится. И вот Янни Квостос, опытный игрок, не может справиться с такой игрой. Тяжело приходится ему. И вот посмотрите. 9-9. Концовка сета. И Эриксон забирает два сета двумя тычками. Раз тычок делает. И сейчас опять мы увидим, он будет подавать. И делать такой же тычок. Иначе подает уже просто со в сетку. Короткое движение. Да, короткое движение. Поднятый локоть. Это не ошибка. Ракетка примерно 90 градусов. И вот тыкает. Вот таким вот движением тыкает. Коротким. Очень короткое движение. Вот это надо подметить. Потому что если вы будете пытаться размазывать движение. Делать его более длинным. Ну, это называется удар. Больше как лифтинг, да, называют часто. Там уже другое идет. Вы не сыграете так. Так резко не сыграете. А здесь часто, когда вы делаете короткое движение. Часть вращения возвращается обратно вашему сопернику. Поэтому эта техника, скажем, ну, более предпочтительная, чем когда вы делаете длинное движение. И вот посмотрите концовку матча. Догоняет с 9 из 6, значит, Эриксон. Матчбол опять у Яника. Перекрутка. Выигрывает Угустовца на очко. 1 из 11. Еще одно больше. Ровно. Больше теперь у Эрикса на первый раз. По-моему. И выигрывает. Выливая победа. Вот такой получился маленький обзор по игре Густава Эриксона. С вами был Валера Заненко. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. До новых встреч. Счастливо. Пока.